И в начале выпуска о трагедии в селе Еманжелинка. Там на пожаре погибла семья. Дедушка, его дочь и 7-летний внук. Все произошло ночью, когда все спали. Выбраться из дома люди не успели. Разобраться в причинах трагедии потребовал губернатор Борис Дубровский. Вот кадры, снятые на месте ЧП. Огнеборцы только что локализовали пожары. И в свете специальных пушек видно, дом выгорел практически полностью. Фламя заметила соседка. Она же вызвала МЧС. В доме жили 4 человека. Хозяин, его дочь и двое внуков. Один из них успел спастись. 16-летнему парню выбраться из строения помогали прохожие. А вот еще трое членов семьи погибли в огне. Сейчас сотрудники МЧС устанавливают точную причину возгорания. По предварительной версии, спровоцировать пожар могла неисправная проводка, либо некачественная елочная гирлянда. За расследованием следят и в правительстве региона. Создана комиссия, в которую вошли заместитель губернатора и министр социальных отношений. Задача комиссии выехать на место трагедии и разобраться в причинах. Виновные должны быть определены и наказаны. Завтра в правительстве региона состоится оперативное совещание по работе и взаимодействию всех служб и глав территорий в новогодние праздники. В МЧС отмечают, спасти жизни людей могли бы пожарные извещатели. Эти приборы рекомендуют устанавливать в частных домах. Они срабатывают при появлении дыма и издают громкий звук. Он способен разбудить даже ночью. По данным МЧС, в этом году в регионе произошло порядка семи случаев массовых гибелей на пожаре. Основной причиной является неправильная эксплуатация бытовых электронагревательных приборов, самодельные печи, кипятильники, обогреватели, а также неисправность печного отопления. Также наибольшая доля погибших людей при пожарах – это состояние алкогольного опьянения. Продолжение следует... Продолжение следует...